Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы События. Мои коллеги и я, Андрей Горгуленко, расскажем вам главное за неделю, коротко о некоторых темах. Некоторые предприятия региона могут вернуться к работе. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал продление нерабочих дней президентом России. Тщательная мойка улиц, дезинфекция парков, скверов и жилых домов. Какие меры принимают городские власти, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции? Что делать, если ты профессиональный путешественник, запертый в четырех стенах, отправиться в поездку по собственной квартире? Режим самоизоляции в России продлится до 30 апреля. Об этом в четверг во время своего обращения заявил президент России Владимир Путин. Он рассказал, что минувшая неделя самоизоляции принесла хорошие результаты. Россияне с пониманием отнеслись к принятым мерам и нужно действовать в том же русле. Напомним, что президент обращается к гражданам России уже второй раз за последние полторы недели. Подробнее Елена Малютина. По словам президента, нерабочая неделя позволила выиграть время для наращивания ресурсов системы здравоохранения, чтобы эффективно бороться с эпидемией. Президент продлил нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплаты. Если обстановка позволит, выходные могут сократить, заявил глава государства. Владимир Путин отметил, что во всех регионах разная ситуация. Где-то в России нужны более жесткие ограничения, где-то достаточно точечных решений. И губернаторы должны сами решать, насколько строго стоит соблюдать меры в их регионе. По указу президента им будут предоставлены дополнительные полномочия. Регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации, будут принимать решение о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России. Какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан. Владимир Путин поблагодарил волонтеров и тех, кто исполняет все рекомендации в условиях самоизоляции, особенно отметил работу медицинского персонала. Именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии. Лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности. Во время режима самоизоляции по-прежнему будут работать все службы с жизнеобеспечения, органы власти, магазины и аптеки. Президент отметил, что важно сохранить рабочие места и доходы населения. Эффективно стабильно работающая экономика лежит в основе выполнения ключевых задач. Елена Малютина, События. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал продление нерабочих дней. Не исключено, что некоторые предприятия смогут вернуться к работе. Глава региона сообщил, что по ситуации на пятницу в области диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден у 17 людей. При этом 7 из них уже выздоровели и отправлены домой. В больницах остаются 10 человек. Те меры, которые были приняты на федеральном уровне, которые были реализованы указом президента, считаю крайне важными и своевременными, отметил Дмитрий Азаров. Огромная страна и, конечно, разная ситуация по распространению вируса. Ко мне, рассказал губернатор, поступают обращения от крупнейших трудовых коллективов, руководства, предприятий, которые готовы взять на себя дополнительные ограничения по соблюдению санитарных норм. Они выходят с просьбой предоставить им возможность работать. Глава региона отметил, что предложения поступают в том числе от крупнейшего трудового коллектива на территории области завода «АвтоВАЗ». Мы уже работаем над областным постановлением, которое позволит создать условия для устойчивого развития экономики, сохранения рабочих мест и доходов граждан. С учетом задач, поставленных президентом и понимая всю ответственность перед каждым жителем Самарской области, мы будем принимать оптимальные и сбалансированные решения. Призываю вас с пониманием отнестись к ограничениям, которые накладывает на нас ситуация. Оставаться дома очень важно. Только вместе, уважая других людей, действуя в интересах всего нашего общества, мы изменим ситуацию. Будьте здоровы, дорогие земляки. Берегите себя и своих близких. Кроме того, в четверг губернатор Дмитрий Азаров возглавил региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса. Своё решение глава региона объяснил усложняющейся в стране обстановкой по новой инфекции. Заседания областного штаба будут проходить в формате видеоконференции. Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов покинул пост. Об этом стало известно во вторник, во время заседания Самарской губернской думы. Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что руководитель регионального Минздрава написал заявление по собственному желанию. Министр здравоохранения Самарской области подал заявление об увольнении по собственному желанию. И работает до конца недели. Тщательная мойка улиц, дезинфекция общественных пространств и жилых домов, а также отрегулированная работа общественного транспорта. Эти меры, принятые в Самаре на время общей самоизоляции, обсуждали на заседании городского оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Руководители районов доложили главе Самары Елене Лапушкиной о работе с городскими управляющими компаниями ТСЖ и ЖСК. Им рекомендовано чаще проводить влажную уборку подъездов, а также ежедневно их дезинфицировать. Пока скверы и парки пустуют, их тоже будут мыть чаще и тщательнее, как и самарские дороги. Специальные шампуни и растворы закуплены с запасом. Как проводят эту работу, расскажем в следующем сюжете. Самарские парки, скверы и дороги обрабатывают средством хлорамин-Б. Оно безвредно для людей и сертифицировано Роспотребнадзором. Но на всякий случай, если вы видите дезинфекторов, лучше обойти их стороной. Обработку общественных пространств проводят по поручению губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной. В самарских парках специалисты служб благоустройства с ранцевыми распылителями моют раствором лавочки, урны, дорожки и детские площадки. Бригады работают в каждом городском парке. По правилам их должны дезинфицировать ежедневно, даже несмотря на то, что в условиях общей самоизоляции количество посетителей сильно уменьшилось. И вечером, и в ночное время посещают все равно эти детские площадки и дети, и подростки, и взрослые со спиртными напитками приходят. Поэтому обрабатываем для безопасности. За день специалисты разных муниципальных предприятий обработали 71 улицу и 8 общественных пространств равномерно во всех районах города. Количество вымытых дорог увеличивается с каждым днем. Всего в Самаре продезинфицировали почти 200 улиц, а также набережную, подземные переходы и 36 скверов, аллеи и площадей. Как только ночью становится теплая погода, специалисты будут работать в круглосуточном режиме. При этом нехватки специальных растворов не будет. Запасов материалов вполне хватает. Закупки дополнительно организованы. Сейчас никакого дефицита в дезинфицирующихся и моющих средствах нет. С каждым днем увеличивается количество техники. Сейчас на улицы Самары уже выходят 36 поливочных машин и 9 вакуумных пылесосов. Темп работы, помойки, дезинфекции дорог и общественных пространств не будут снижать и выходные. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Под особым контролем и самарские автобусы. По поручению главы города Елены Лапушкиной, ежедневная дезинфекция проводится в салонах как муниципальных перевозчиков, так и на коммерческих маршрутах. На предприятиях вводятся новые штатные единицы дезинфекторов. Олег Зверев увидел, как обрабатывают автобусы. Измерение температуры – обязательная процедура перед выходом в рейс. В самарских автобусах усиленные меры безопасности. Задача – не допустить распространения коронавирусной инфекции. Здоровье водителей и кондуктора на особом контроле. Все автобусы ежедневно моют, салон обрабатываются хлорамином. Работают мобильные бригады дезинфекторов. Они работают в почти круглосуточном режиме. Обрабатывается подвижной состав не только в парке во время отстоя, но и во время обеденного перерыва. Обрабатываем все поверхности, которые соприкасаются с пассажирами. Это поручни, стекла, валидаторы и сидения. Все это сделано для дополнительной безопасности наших пассажиров и личного состава. В управлении предприятий находятся 450 автобусов. Третий из них сейчас на приколе. Пассажиропоток снизился более чем вдвое. Те же машины, что выходят в рейс, ездят полупустыми. Но это не отключает повышенных мер безопасности. Мы информируем пассажиров о том, что нужно соблюдать дистанцию, то есть полтора метра, и что самоизоляция все-таки это необходимо в связи с такой обстановкой. В режиме ежедневной обработки хлоромином и коммерческие маршруты. Как только микроавтобус въезжает на стоянку, сразу появляется дезинфектор с баллоном. К слову, такие штатные единицы сейчас введены повсеместно. После получения указаний из департамента транспорта администрации города Самары мы привлекли дополнительных сотрудников, которые в ежедневном режиме перед выездом автобуса на линию проводят дезинфекцию подвижного состава. Эта дезинфекция проводится специальными сертифицированными химическими составами для исключения вероятности вреда здоровью. Внимание к маршруткам, как к хирургическим операционным. При такой обработке, уверяют в транспортной компании, никакой инфекции не останется. На данный момент пассажиров очень мало ездит. Все в основном в масках, и поэтому какие-то там вопросы лишние, они нам не задают, мы им не задаем. Несмотря на все меры предосторожности, транспортники обращаются ко всем самарцам с призывом пользоваться их услугами только при крайней необходимости. Тем же, кому не надо на работу, лучше всего оставаться дома. Олег Зверев, Николай Сидоров, События. Тем временем общественный транспорт города развивается. В Самарском метрополитене прибавление. Новый состав из четырех вагонов пришел из Подмосковья. Он оборудован камерами видеонаблюдения, противопожарным оборудованием и аварийными выходами. Проинспектировала прибывший поезд Мария Левина. Приведение кабины в рабочее состояние. Валерий Гульганов – легенда самарского метрополитена. За рулем электропоезда уже больше 30 лет. Он один из тех, кто управлял еще самыми первыми составами. Едешь в туннель, свет выключаешь и едешь в никуда. Ну, тоже как интерес, как своего рода, как в космосе, как неизведанное что-то. Потом свет включаешь, сразу раз и все. Ну, такие есть. Я вот нисколько не жалею, что в метро пришел. Валерий учился в Харькове и застал вагоны, которые сторожила метрополитена, называют ежиками. Потом пересел на составы, которые пассажиры привыкли видеть на линиях сегодня. Ему есть с чем сравнивать. Сейчас в Самарском метрополитене 11 поездов. Приобрели еще один новый, состоящий из четырех вагонов. Мы продиагностировали старые вагоны. Был доклад губернатору по состоянию дел по метру. И губернатор совместно с Министерством транспорта нашей Самарской области было принято решение об обновлении подвижного состава нашего метрополитена. Поэтому это естественно, если говорить от горожан, это огромное спасибо в этой части, что услышали и включились в эту работу. Губернатор Дмитрий Азаров распорядился к 2023 году обновить и отремонтировать все составы. Сначала надо приобрести один новый подвижной состав в определенной степени, для того, чтобы можно было побольше вывести из оборота и отправить на капитальный ремонт, чтобы вот этот процесс до 2023 года его закончить. Поэтому мы собираемся уже, вот сейчас прорабатывается вопрос, идет предоставительная работа по заключению контракта. И поэтому первая отправка, если все удачно пройдет, в 8 вагонов и 2 состава мы отправим на капитальный ремонт в Маймис. Новый состав пришел из Подмосковья. Сейчас специалисты заканчивают сборку и комплектацию вагонов. После чего будет признан включение состава, диагностика, отладка всех систем. После этого будет технологическая обкатка на парковых путях. И после нее уже обкатка на действия шлининг-медрополитена. Безопасность в первую очередь. Сами вагоны сделаны из противопожарного материала. В кабине машиниста предусмотрен аварийный выход. Необходимые условия созданы и для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрены специальные места с креплением для инвалидов-колясочников. На дверьми установлена лампа, которая загорается, когда двери открываются и закрываются, подавая тем самым знак глухонемым людям. Этот вагон просто космос. Он выигрывает в своих собратьях, например, по техническому оснащению. С помощью специальной камеры видеонаблюдения машинист может видеть все, что происходит в салоне и не только. Комфортнее стало и в самой кабине машинистов. Удобное кресло, новое оборудование, да и обзор стал лучше. Новый состав выйдет на линию уже к майским праздникам. В перспективе, говорят городские власти, может появиться еще одна ветка метро, проходящая через улицу Солнечную и Московское шоссе. Но этот проект пока только на стадии обсуждения. Мария Левина, Василий Кладошов. События. К тому же в Самаре на линию выйдут 10 новых трехсекционных трамваев. Городской департамент транспорта совместно с областным министерством транспорта подготовили заявку, которая принята к исполнению в 2020 году. Машины город получит в рамках национального проекта безопасные и качественные автомобильные дороги. Их стоимость составит 900 миллионов рублей. Кроме того, планируется внести изменения в схему трамвайных маршрутов. Для улучшения транспортного сообщения в 15 микрорайоне намечено построить левый поворот с улицы Нововокзальной на Ставропольскую. В планах также обозначить приоритет трамвайного движения на всей протяженности Новосадовой. Для этого на перекрестке с Нововокзальной нужно будет установить систему автоматического перевода стрелок. Точно по этому году заявка принята по 10 трехсекционным трамваям, которые тоже придут на обновление, потому что у нас большая востребованность вот именно этого подвергного состава. Документы о присвоении Самарии звания «Город трудовой доблести» отправлены на рассмотрение в федеральный центр. По поручению губернатора Дмитрия Азарова подготовлено историческое обоснование. Заявку поддержали и жители области. Сбор подписей еще продолжается. Как можно проголосовать за присвоение городу почетного звания, расскажет Лариса Шалафаст. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал тыловым и промышленным центром страны. Сюда эвакуировали 40 промышленных предприятий и военных заводов. На оборонных предприятиях круглосуточно трудились тысячи куйбышевцев. Поэтому Самара по праву претендует на почетное звание «Город трудовой доблести». Этот вопрос сейчас решается на федеральном уровне. Поддержать инициативу губернатора Дмитрия Азарова может каждый. Проголосовать можно на сайте «Самара. Доблесть. РФ». Празднование предстоящего юбилея Победы в Великой Отечественной войне обсуждают на очередном заседании Оргкомитета Победа. Мы должны полностью быть готовы к проведению всех запланированных ранее мероприятий в означенные сроки. Мы будем четко ориентироваться на решение Российского Оргкомитета Победы под председательством президента страны Владимира Владимировича Путина. И должны быть готовы к их проведению в том формате, какой будет определенный, исходя из приоритета заботы о здоровье ветеранов. Все обязаны сделать для этого, для того, чтобы за вот этой вот игрозой распространения инфекции мы не забывали о главных скрепах нашего общества, основе нашего государства. Губернатор поручил особое внимание обращать на инициативы, которые идут от жителей. Например, предложение активной молодежи запустить проект «Внутри истории» теперь будет тиражироваться на территории всей страны. С помощью современных технологий человека могут перенести в виртуальный мир, где он окажется на полях сражений. Медиаресурсы запускают новые телевизионные программы. В эфире телеканала «Самара ГИС» выходят рубрики и программы «Лица Победы», неизвестные страницы истории запасной столицы, «Вехи Победы», «Самара – город трудовой доблести». Запланированы и массовые акции. Например, улица Куйбышева в Самаре снова на время станет пешеходной. Регион не останется в стороне от проектов «Сад памяти», «Поезд Победы», «Свеча памяти». Сейчас в регионе проживают больше 20 тысяч ветеранов. В преддверии празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне местным властям поручено дойти до каждого и помочь каждому. Особое внимание жилищному вопросу. Ветераны меня просили об этом сказать, чтобы эти мероприятия не были как бы одноразовые, которые идут сейчас в этот период подготовительный и закончатся 9 мая. Хотелось бы, чтобы забота о ветеранах продолжалась, пока они живы. В Самарской области в 2019 году из федерального бюджета было выделено 54 миллиона 700 тысяч рублей, что позволило обеспечить жильем 41 ветерана. На сегодняшний день на территории Самарской области ветераны Великой Отечественной войны на учете нуждающихся в жилье не состоят. Губернатор Дмитрий Азаров поручил мониторить ситуацию и, если необходимость возникнет, обеспечить ветеранов всем необходимым. Лариса Шлафаст, События. Жители Испании вот уже две с половиной недели живут на карантине. В том числе и выходец из Самары Александр Каретный. Последние пять лет он проживает в Валенсии и специально для нашего телеканала рассказал, какая сейчас в этом городе обстановка. Привет землякам из славного города Валенсии, из чудесной страны Испании. Мы уже две недели как на карантине. Вот внизу вы видите улица, в обычное время достаточно оживленная, но сейчас на ней нету никаких людей, ни машин не ездят, ничего. Одинокий прохожий с собакой, потому что с собакой гулять можно. И можно ходить в магазины, в аптеки. Сегодня с утра, ну впрочем, как и все предыдущие дни, и как и в ближайшие две недели, в Валенсии прошел дождь. Это сделано специально для того, чтобы людям было не так обидно, что нельзя выходить на улицу. А в Мадриде, где просто ужасающие случаи количества коронавируса, даже вчера прошел снег, чтобы уж точно никто на улицу не выходил. Ну и кроме того, очень удобно, потому что в дождь можно всегда добавить немножко реагентов, чтобы они смыли и дезинфицировали улицы и дома. Я сейчас в маске, не знаю, как меня слышно. Вот, как вы видите, магазин работает по слегка укороченной программе. Обычно он работает до 10. И правила того поведения в магазинах. Просят находиться на большом расстоянии друг от друга, ходить по одному, использовать перчатки, платить тархетой. На входе еще одно объявление, просит быть на расстоянии 2 метра. И лежат перчатки, чтобы их одеть и ходить в перчатки. По-прежнему висят ноги. Есть сыры. Есть колбасы в продаже. В общем, всего достаточно много. Вот опять ноги хамона. Вот так же работает доставка. И соседям что-то привезли у нас. Ну, в общем, народу достаточно мало. Вот люди гуляют с собаками. А у нашей собаки от скуки покраснел хвостик. Луна. Луна. Ну, а пока границы закрыты, отправиться в путешествие можно не покидая собственную квартиру. Такое приключение придумал самарский путешественник Алексей Жирухин. Своим примером он доказывает, что дома не значит скучно. Эксклюзивно для Самары ГИС путешественник провел экскурсию по своему собственному курорту. Спустя три недели и десять тысяч километров мы в Магадане! Еще недавно самарский путешественник колесил по миру и наслаждался знакомствами с новыми местами и людьми. Алексей Жирухин странствует уже больше десяти лет. Успел пожариться под палящим солнцем в пустыне и замерзнуть среди арктических льдов. И потому, когда границы закрыли, Алексей немного расстроился. Но ненадолго. Я путешественник и проехал 55 стран мира, о чем рассказываю в своем блоге «Путешествие со смыслом». Сейчас, как никогда, очень важно побыть дома. И я сделал небольшой фотопроект, который показывает, что путешествовать можно даже по квартире. Итак, выбираем, куда же нам сегодня поехать. На идею вдохновила картинка-мем, гуляющая по сети интернет. Насладиться завтраком в ресторане, заглянуть в музей и провести вечер в баре – все это не выходя из дома. Квартира условно поделена на несколько зон. Любое путешествие начинается с самолета. Слетаем куда-нибудь, сделав фото около стиральной машинки. Физкультура с самого утра для настоящего спортсмена – место, где заниматься, значения не имеет. Дальше у нас по плану тренировочка. Лыжный зимний сезон закончился, поэтому переходим на велосипед. Будем крутить педали. Устал? Отдохни. Потом немножко отдохнем на пляже с нашими такими вот пальмами. К сожалению, все кафе и рестораны закрыты, поэтому будем завтракать и обедать на балконе. Дальше пища для ума. Обязательно и культурная программа. Сходим в музей современного искусства. Он находится у нас в спальне. На этом домашнем курорте есть место и для вечерних развлечений. А вот мой индивидуальный бар, где можно вечерком опрокинуть курочку чая. Самоизоляция – это не приговор, уверяет Алексей Жарухин. Дома лучше и безопаснее, чем на улице. Главное – включить фантазию. И тогда скучно точно не будет. Мария Левина, события. Россияне и китайцы – братья навек. Студенты из Китая записали песню в поддержку жителей Самарской области. Напомню, в феврале, в разгар пандемии коронавируса в Китае, студенты Самарского института культуры исполнили и записали песню на китайском языке в поддержку жителей Поднебесной. В ответ студентки из разных городов Китая спели по отрезку песни «Ах, Самара, городок». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!